Сегодня второй день Великого Поста Пост Это то время, в которое Церковь обращает наше внимание, чтобы мы обратились в духовный взор, каждый сам на себя. Конечно, после грехопадения мир другим стал. Другим стал человек, и по мере от того, насколько мы удаляемся от этого вселенского события, от этого первородного греха. Конечно, уже, как сказано, что вот в поте лица будешь дывать свой кусок хлеба. То есть всё труднее будет слышание истины, правды Бога. Человек становится духовно близоруким. Грех, страсти, бездуховность. В общем, с каждым днём, с каждым гравением, с каждым веком всё это становится больше и больше. И вот Церковь раз в году особенно обращает наш взор на самих себя, чтобы мы проанализировали с духовной точки зрения через молитву, через поклоны, через воздержание, через причащение, через свои подвиги, на сами, на себя. И посмотрите, что мы собой представляем. Ибо, как и и мы, такого каждого будут ожидать и вечность. И вот особенно в дни Великого Поста Церковь в течение всего всех богослужений читает одну дивную молитву. Молитва, в которой как бы в капле воды отражается вся тайна Великого Поста. Вся тайна радости и погибели человеческой жизни. Это молитва, которая была криком души Великого Святителя, преподобного Ефрея Васильевна, подвижника 4 века. И вот этот крик души лёг в основу той молитвы, которая читается во всех храмах в течение всего Великого Поста. Эта молитва звучит так. Господи, Владыка, живота моего! То есть Господи, Владыка, моей жизни! Дух праздности, уныния, люборончария, празднословия, не дай мне, Господи! И далее он просит, души целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любовь, дай мне, Господи! И вот третья часть обращается ей, Господи, царю. Даруй мне зреть и моя прегрешение, и осуждать брата моего. Вот первая часть молитвы, к которой мы хотели бы сегодня прикоснуться, казалось бы, такие простые слова. Дух праздности, уныния, любороначария и празднословия. Казалось бы, самые простые обычные слова. Но в этих простых четырёх словах выражается вся погибель человеческая. В общем, такая погибель, которую сразу ты не пределишь. И вот первый грех, первая погибель, первый акцент, на чём обращает Ефрем Сирин, чтобы избавил нас от духа праздности. Вот если вникнуть, например, вот в это слово, конечно, праздник. Но, с другой стороны, если вникнуть на самую личность Ефрема Сирина, представляете, монах жил в пустыне, спал на песке, зной, холод, дикие звери, одиночество. Это уже и подобие, там только было человеческое. А он просит первое, и, наверное, самое главное, избавить его от духа праздности. Вот о каких праздниках просил избавить Ефрем Сирин, чтобы Бог его избавил, спас. Имеется в виду не праздники, имеется в виду от духа пустоты. Наверное, самая страшная трагедия в жизни каждого человека, когда он в душе ощущает пустоту. И Бог так устроил человека, что следалищем нашего сердца может быть только он сам. Чем бы человек ни занимался, коллекционированием, должность, власть, сытость, застаток. Вы посмотрите, самые богатые, казалось бы, люди. Посмотрите на них, они же несчастные. Посмотрите, они счастливы? Нет. Всё мало, всё плохо, всё не так. Потому что на самом деле это всё ложь. Это тот мираж, который предлагал дьявол Христу в пустыне. Смотри, всё твоё, только мне поклонись Христу. Он говорит, нет, это мираж, пустое. И вот, конечно, человек, когда в душе пустота, чего он только туда и не кидает. Это нашу современную жизнь возьмите. Вы посмотрите на этих сытых и больных людей абсолютно. И пол меняют, и имена меняют, и прически меняют. Расписывают, как знаете, дикий эрмитаж на теле. Вы посмотрите, все в заклёпках. Первобытным людям такое в каменном веке не пришлось эти цаски таскать, которые... Это оказывается модно. Это определится... Вот ты не такой, значит, уже плохо. Вы посмотрите. А на самом деле почему? От пустоты. От того просил Ефрем Василий избавить. Когда в душе Бога нет. Вот от безбожия. От опустошённости. Просил Ефрем Василий, кричал. Всю свою жизнь. Наверное, всю пустыню. До высот вселенной. Господь избавил меня от безбожия. От пустоты. Потому что это страшный вакуум, когда в душе Бога нет. Это погибель. Это смерть. До смерти. И тогда, когда человек утрачивает Бога, именно утрачивает, как тот блудный сын, который ушёл из отца, и что растратил? Ни деньги. Он утратил благодать, которую только отец даёт. И где его была жизнь? На чужбине у свиного помойного корыта. Вот где его опустился до каких вообще глубин. И, возможно, к таким людям и обращается в лице Адама к каждому из нас. Человек, где ты? Адам, где ты? Спрашиваю Бог. И в лице Адама обращается к каждому из нас. То есть, какая глубина погибели, какая это ужас пустоты, мера. Есть ли этого мера? Нет. У каждого человека внутри. И, конечно, как я сказал, и как пишут святые отцы, ничего в этой жизни пустого не бывает. как только человек утрачивает Бога, а что и Бог? Христос, у тебя есть путь, истина и жизнь. Человек утрачивает смысл жизни. Всё, он уже так, вот знаете, мякоть. Это живое кладбище. И вот тогда тут-то появляется, его наполняет самый страшный грех. Грех, который описывают писатели, поэты, святые отцы, Евангелие. Это появляется уныние. Это смертный грех. А что такое понять уныние? Человека теряет энергию жизни. Там, где нет радости, там, где нет света. Нет пути истины жизни. Уныние. Как говорится, опускаются руки. человек теряет вкус к жизни. Вот этот духовный горизонт человек утрачивает. Уныние. Это, конечно, на самом деле при жизни, при бьющемся сердце, казалось бы, и при разуме, но это погибли, это смерть. Вот почему уныние считается смертельным грехом. Человек обречён. Всё. И поэтому я действительно посчитаю всех святых отцов, современных батюшек, проповедников, послушайте, образованных людей, взять литературу, поэзию, картины, всё это. Это страшная вещь уныния. Вот в пустоте это мрак души. Всё. Там ничего нет. Мрак, бездна. Это бездна называется уныние. И вот я очень сильно просил избави меня, Господи, от душевной пустоты, чтобы эта пустота не наполнилась ещё страшней бездной, ещё страшней мраком, ещё страшнейшей погибелью, уныния. И днём и ночью великий подвижник, который ему питался коренями, спал там на песке, посвятил полностью подвигу, молитве, отречению. И он понял, он понял, что в этой жизни за душевной пустотой, за утрачением благодати, за именно безбожием начинается всё густей, краски темнеть. Это уныние. А что же дальше, вот пишет Ефрем Сирин, что за этой пустотой, за этим унынием, о чём дальше просил? Дух праздности, уныние, и от любоначаля избавь меня, Господи. То есть любить власть, властвовать. Но если говорить прямым текстом, это маленькая прословка людей, есть такие люди, но это единицы, просто абсолютная единица, тянущаяся к власти, желающая властвовать, командовать. На самом деле здесь подразумевается ещё страшный грех, ещё смертельный. Грех, который называется «Мать всем пороком», из погибели. Это диагноз, который нам принёс сатана. гордыня. То есть когда человек себя сравнивает и властвует положением, сытостью, знанием, вообще своей личностью над другим человеком, вспомните, как два человека пришли в храм помолиться, предстали пред лицом Бога, мытарь и фарисей. И фарисей, казалось бы, добродетельный человек. Посмотрите, он уже ничего не врал, он действительно только добро делал, но вся его погибель заключается в том, что он говорит, вот я сам себя сравнил, не такой, как вот этот мытарь, который вот на пороге храма, который и одного шага не мог вступить, он увидел такую бездну свою, такую погибель, сколько слёз, крик, проклятие на нём. Вот это он принёс останки своей души и тела. И он просил у Бога пощады, Господи, помилуй меня, будь милостью ко мне. Он просил пощады, а это ничего не видел. Он из своих добродетелей сам себе, и Бог-то не надо. Её в жизни не надо, не нашлось место Богу. Он сам себе Бог. И из своих таких мнимых добродетелей создал такой перестал, что на самом деле не совершенно, а с погибелью своих добродетелей. «Я не такой, как другой тот человек». И вот святые отцы очень подробно об этом пишут. А именно как? Дьявол настолько изощрённо, настолько захватывает человека, его... Обратите внимание, все наши органы, они же направлены вовне. И вот все органы смотрят. Такие тонкости порока, такие, которые под микроскопом не видно в другом человеке. Такие тонкости, такие намёки. Я говорю, настолько он настолько это пронизает, дьявол конкретно, вот смотри, показывает. В чём страшно это состояние? Потому что смотря на пороки и другого человека, мы на себя не смотрим. Вот, точнее, Фрейм Сирин очень тонкий психолог, очень тонкий знаток человеческой антропологии, кричит, дай мне зреть кого? Мои грехи, мою жизнь, мои слова, мою погибель, мою болезнь, мой диагноз, дай мне зреть мои прегрешения, Господи! Наверное, поэтому Иоанн Краштадский был очень мудрым человеком. С таким духовным опытом он всегда ему говорят, вы, святой, но я самый грешный, но я каждое мгновение, каждое дыхание прошу у Бога пощады, прошу у Бога покаяния и прошу у Бога, чтобы именно мне дал духовную зоркость внутрь себя. Вот в дни Великого Поста поэтому церковь призывает, чтобы ни на кого мы не смотрели. Я как вот недавно сам Девитриев читал, я его слушал, и он пишет, что ты не смотри на человека, он падает или стоит, он пред своим Богом стоит и падает, и Бог будет ему судья. Ты за собой смотри. Я не против духовных наставников. Я сегодня, каждый день я в этом в храме пособираюсь, я печеную по службе, чай пьём, я рассказываю тем, кто меня окружал, какие люди меня окружали. Но они акцентировали внимание, чтобы я смотрел на самого себя, не на кого-то, на себя. И они говорили, Георгий, ни на кого не смотри, смотри внутрь себя. Никто, никакой наставник, самый святой не ляжет в твой гроб, и никто не представит на сразу суде при тобой. Один ты родился, один пришёл в этот мир, и один ты уйдёшь. И все будут ахать, плакать, переживать, страдать, но к твоему гробу никто не приблизится, никто не прикоснётся, это я вижу каждый день. Один уходит, и вся твоя жизнь, твои поступки, все твои слова, всё то, что тебя будоражило и наполняло всю твою жизнь, идёт во след тебе. Ты и твоя жизнь. И твои слабости, твои добродетели, твои поступки, каждое твоё дыхание идёт во след тебе. Владик Антоний Суровский говорит, даже тогда, когда ты предстанешь при лицом Бога, в этот момент сразу, что Иисус для тебя начнётся ещё тогда, в этот момент как будто окружать все лица людей, которые тебя окружали в твоей жизни. всё, что ты говорил, общался, шутил, клял, ругался, завидовал, какие тонкие слова, всё это вскроется, и только ты один, ты и Бог, Бог и ты, и своей жизнью, своими пороками, своей страстностью, вот этой страстями своими, вот этим злом, ненавистью, ужасом, это отделяется от Бога. Грех – это расстояние между тобой и Богом. Но самый страшный грех, самая страшная погибель – это гордыня. Это пишут все святые отцы, именно где старый сучил. Старайся до захода солнца примириться со всеми, о ком ты чувствуешь, и посадь твоё сердце, ты человеку сделал плохое, чтобы вот это событие, эти слова и эти поступки, этот ужас ты не нёс перед лицом Бога на свой страшный суд. Это пишет царь Давид в Апсалтире. До захода солнца примирись. Иначе все это пойдёт с тобой. Обратили внимание, какие слова поёт церковь, когда отпевают человека? Вечный покой. Его ещё надо заслужить. О каком вечном покое может идти речь, когда в этой жизни ты сам покоя не нашёл? В тебе всё столько колотится! И это очень хитрость дьявольская. Оказывается, все эти пороки, слабости, немощи, страсти, зло, вот всё это грязь и страсти человеческие, ты своими органами ложишь и наполняешь свою внутреннюю сущность, своё сердце, свой разум. Вот такая грязь. Наверное, поэтому Достоевский писал, и никто об этом никогда не скажет. Почему? А человек не вникает внутрь себя. Посмотрите, с каждым годом, ведь вы же живые свидетели вместе со мной, наше поколение. Скажите, было ли такое? Какой крик, какой шум, какой темп жизни, ритмы, техника, медицина, посмотрите, космос, все бегут, спешат, кричат. Почему? Посмотрите, 24 часа человеку нет покоя, чтобы человек не в тишине не услышал голос Бога, голос совести, чтобы человек хотя бы на угровение не заглянул внутрь себя. Пляшут, танцуют, там убивают. И, конечно, ещё хочу невольно вот мне поразили слова Амбросия Оптинского, удивительный святой, к которому приходила вся интеллигенция России. И он говорит, русский человек настолько беспечный, что если на одном конце будет стрелять и вешать, то на другом конце деревни будет плясать и танцевать и упиваться и говорить рано, до нас ещё не дошли. Беспечность. Это беспечность, конечно, духовная лень. И человек не вникает внутрь себя. И тот же Владимир Антоний Шуровский, который прошёл через всю мою жизнь, он сказал, что когда мы говорим о смерти, мы почему-то думаем всё время о ком-то, но не о себе. Вот он лежит в могиле, вот его могила, вот этот умер, вот тот умрёт, но и ты же тоже ляжешь. Я никогда не забуду мой первый такой урок, такой страшный урок. Я так его переживу, волос дыбом стал, когда мы с дядяшей шли, а он жил под кладбищем, и после воскресной литургии он идёт с палочкой со стылем вот домой, тетя Ксения нас покормит, он достаёт в салтырь, и вот я начинаю читать, а он слушает, исправляет меня. И как он был пожилой человек, мы только около этой могилки порой присядем, на другой раз после другой, вот однажды мы присели в одной могилке, две лавочки, он что-то там говорил, я читаю, дядяш, кстати, Владимир, так мальчику смотри, 12 лет, вот, ну ты же, говорит, деньги-то считаешь, и когда посчитал, правильно, 12 лет, так он умер, ну ты же видишь, говорит, он лежит между нами, вы знаете, я говорю, так это и я умру, он умрёшь, конечно умрёшь, ты умрёшь, говорит, а что ты, вечный что ли, и меня положат, положат, моли Бога, чтобы положили, а то при дороге гнидить будешь, никто тебе не подойдёт, вы знаете, у меня молодой парень, лето, стрекозы, бабочки, цветы, красивое клавище, юг, Мариуполь, Жданов, вечером с ребятами, с девушкой на море пойдём, утром на работу, жизнь, библиотека, и думаю, вдруг всё это, вдруг, такой мрак наступил, смерть, об этом никто же не говорит, никто тебе не скажет, что ты умрёшь-то, а он как, дядяш, такой прямой такой человек, лопил в лоб, я вскочил, начал задыхаться, мне так захотелось жить, я, знаете, я понял, что я и от этой жизни могу вырваться, как от него вырваться, вокруг кладбища, вокруг могилы, что я тоже здесь лягу, и так он говорит, есть и тут, конечно, я говорю, дядяш, а как же быть-то, а он говорит, а ты Богу молись, и живи, говорит, с Богом, и страх у тебя уйдёт, тебе будет радость, не ужас смерти будешь дать, а радость встречи с Богом, вот как она жить и молиться, и думаю, Господи, а что он говорит-то, как-то вроде так и так, вроде говорит, всё интересно, а тут реально смотришь, и пройдя вот уже путь жизни, уже дядяш давно нет, и все, кто меня окружал, нет, кстати, все они, Бог свидетель, я говорю, при Боге, за два года предсказали, за год предсказали, день, время, минуты, именно подошло время, и они отошли, вот как это, я не знаю до сих пор, объясните мне, не знаю, а такие были, окружали меня люди, то есть дай Бог, чтобы Господь, почему говорю, вот такого духовника избрал, не что есть, какие штаны одеть, а такой действительно тебя к Богу ведёт, вот иди к Нему, иди, читай Житие Святых, читай Евангелие, всё по словам, ты говоришь, живи духовно, вы знаете, как-то вот, вот после этого раза, как-то, началась смерть, вошла ко мне в мою жизнь, но как-то стало, как-то, начало задумываться, вы знаете, какой-то начал страх проходить, абсолютно страх, абсолютно страх, вот иди, и так вот, как-то, я скажу по правде, первое время я мог маме сказать Царство Небесное, знаете, почему, она жива, она пред Богом, это меня мама ждёт, а я ещё здесь колочуся, вот такая-то такая смерть, такая духовная жизнь, так она меня за руку водила в церковь, потом я стал, стал ходить, он стал священником, для чего? Чтобы встреча с Богом была в радость, но Бог её забрал первым, следующий, конечно, только я, всех похоронил, и смерть перестала блекнуть, и вот, и вдруг я читаю слова апостола Павла, смерть для меня приобретение, в радость, и ты ждали этой встречи, ни смерти, ни крематория, ни какая будет тебе земля, какой памятник, а встреча с Богом, живая душа, живым Богом, но можно лишь тогда этого достичь, когда все страсти, всё это, ты как от оков, вырвешься от них, от этого вот тяготения земного, земным, от этого утех, от этого миража, от этих страстей приподняться, это называется крест. Голгофа. Зайти туда можно только на кресте. Нет другого пути. И, конечно, что дает силы? Дает силы тогда, когда в твоем сердце Бог. Это изо дня в день достигается. Зреется изо дня в день. Наполняется каждой ритургией, каждой службой, каждой зажженной лампадой, каждый берет со страницей, молитвом словом, каждым шагом к храм, что ты делаешь, живешь, к людям, к окружающим, в каждом добром слове и дыхании. На самом деле, если прижать их к Богу, но именно как прижать, как раба Божия. Это действительно так. И вот, если как хорошо посмотреть, папа видный в рогожке. Верующий человек, а его видно, что он верующий. Самое страшное, когда люди не замечают, твоей веры и твоей жизни. Когда учился в семинарии в Одесской, у нас был профессор, отец Василий Бодёр. Он давно умер, царство и местное. И он как раз на уроке задал такой вопрос. Отцы говорят, русский народ настолько верующий, что прощает священнику все греки, кроме одного. И тут начали в классе кричать то-то, 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 ну, кто-то сын священника, ну, а что я от простого народа поступал. Я в руках Евангелия держал. А где он? Евангелия-то не было. Сижу, а ну, про себя размышляю. Чего же люди могут просить священнику? Кто-то не кричал, а так никто не сказал. И он тогда ответил. Степень веры. Это нельзя вычитать. Можешь одевать пурпурные амафоры, можешь одевать дорогие кресты, можешь такое облачение на себя напяливать, но народ видит внутрь тебя и идут на твое сердце, на твое слово, на твою жизнь, на тот огонь благодати, который горит внутри тебя. Ты как маяк в этом раке жизни. Ты соль, которая хранит возможность от заражения, от развращения этот мир. Но ты тогда можешь это нести, когда внутри тебя живой Бог. А всё остальное – это прах. И опять-таки хочу вернуться к удивительному святому, который прошёл через всю мою жизнь, который не имел такого образования, которое вы все имеете, который так никогда не одевался, как вот мы все одеваемся. ходил в лаптях, монахи его грызли, он ушёл в глухомань, в Саровские леса, медведь, около него жил, дикое животное жило. Но он боялся упустить хотя бы на мгновение жизни во Христе и молился. Через век Божией Матери умиление. Она пред Ним, он пред Ней. И молился, нёс подвиги, лишился всего. Это не просто оторваться, а действительно надо всё умереть. Тогда ты самоскреснешь. И народ, вот всё время размышляя в жизни, смотрите, ведь были чудотворные иконы, какие были архиереи, какая библиотека, какие храмы, какой хор, какой... А народ шёл в глухой лес к простому безграмотному мужику, которого вершина мистики, созерцания Бога. Он пред Богом, Бог пред Ним. Хотели увидеть и прикоснуться хлеба на одном гравине к образу святому человеку, к тому сердце, которое поменело живым Богом. И это выражалось всё в радости. Почему каждого человека? Ведь ему тоже разные люди приходили. И он каждый сначала потрясающими словами. Христос в воскресе, говорит, радость своя при всех своих пороках, при всех своих несовершенствах, при всех своих слабостях, при всех своих страстях люди его радовали, потому что он умел духовным взором развивать одежду, положение, власть, грех, страсть, и видел внутрь человека вот этого бессмертного я, бессмертную душу, которую нельзя уничтожить и убить. Он человек. Но и ради этого человека Христос терпел, страдал, мучился, умер и воскрес. Да и по себе я хочу сказать, сейчас дни Великого Поста, время покаяния, время особой молитвы, удивительное время. И вот каждый раз, когда я чувствую, что я падаю, спотыкаюсь, срываюсь, что я и так поступил, люди меня не поняли, может, хочу хорошего, но они не поняли меня. Я говорю, откуда брать силы? Откуда Серафим брал эти силы в Боге? Отец Кроштадский, обложенный Ксения. Её поливали помойми, в неё кидали камнями, щали дурочкой. Она людям прислала будущее, молилась, исцеляла. И до сих пор к ней тропа не зарастает, человеческого сердца, слёз и страданий. Если бы она не помогала, к ней бы не приходили бы. И в каждом доме её икона, каждый лик. А значит, в этой иконе, через лик. И она с нами. Заканчивая слово, я хочу сказать, наверное, дай Бог, чтобы и в дни Великого Поста Господь нам дал духовную зоркость загреть внутрь себя, чтобы мы попросили Бога оценить, как много Бога в нашем сердце, насколько мы богоподобны, насколько мы стяжали Дух Святого в нашем сердце, как много пустоты или благодати в нашем сердце. и просили Бога словами и просили Бога словами, Ефремя и Северина, Господи, и Владыка нашей жизни, дух праздности, дух уныния и празднования. Не дай нам, Господи, но дай нам, Господи, чтобы благодать и живой Бог наполнял нашу сущность, наши слова, наши помыслы, чтобы не только наши ноги, но и всё наше существо не ходило на советы счастливых. Господи, мы с Тобой, но падай, спотыкаясь, мы опять идём к Тебе. Не оставляй нас, Господи, и спаси нас. Аминь. Вы знаете, веровать в Бога и жить – это не одежда, это не чудеса, это не те, кто тебя окружает, а веровать в Бога – это крест, это такой подвиг, а быть таким духовно сильным человеком. Надо уметь так выстоять, чтобы не сломаться. И первый раз, когда я, помню, шёл с храма, запретили меня брать после семинарии, власти преследовали, дома обыски. Очередь, придёшь домой, посажу всех попов, чтобы у меня мечта была жить. А я не знаю, у меня вот это всё внутри. Вот ничего нет, но я боюсь это потерять. Наверное, это Бог. А все радуются, помню, отдание, крещение, едят мороженое, дети едят печать. Во-первых, такое праздники. я иду день как ночь, думаю, вот как мне жить дальше. Я закончил семинарию, в академию меня не взяли, с храма там, ну, склад не брать, не берут, священники боялись связываться. Раз за это и преследуют, кому охота связываться. Я в первый раз в жизни закричал, господи, говорю, неужели человек может всё это перенести? Вот как жить дальше? Как веру сохранить? Как жизнь духовную? В этом бездуховном мире, когда никто и не говорит обо нём? Я не знаю, но в этот момент я слышу голос. Ну, я же ещё, я, я же ещё Бог. Эти слова, которые прошли, проходят через всю мою жизнь. И каждый раз, когда будет трудно, тяжело, невыносимо, когда хочется просто вычь от ужаса, которым ты живёшь, вновь и вновь, повторяя слова, ну, я же ещё Бог. И вот, читая святых отцов, я почитал удивительные слова, что Бог ведёт человеческую душу не как нам хорошо, а как спасительно. Значит, мой же путь такой, ваш такой, но всё вместе мы сойдёмся при лицом Божьем на вечной Евхаристии Царственной Бесны, где вот новое небо и новая земля. Но туда войдёт и новый человек, Богом преображённый. Дай Бог, чтобы никто, всякий человек, никто не пропал для вечности. Спасибо большое! Простите меня! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...